Мы. Все разные. Разный стиль жизни. Разные предпочтения. И разные цели. Но способ достижения цели один. Финам. Национальный лидер инвестиционных услуг. Финам предлагает решения для торговли на всех биржах мира. С любым уровнем капитала и опытом инвестирования. С Финам вам доступны все инструменты. Для того, чтобы ваши цели стали реальностью. Финам. Ваш индивидуальный способ достижения цели. Изучите физику явления, прежде чем подавать на разводку каких-то лохов в фонде Бортника. Окей, 200 тысяч рублей вы зарабатываете, правильно? Учитывая сделку, которая произошла на прошлой неделе, Яндекс получил в свои цепкие руки проект Uber Eats. Вырастайте раз в 50 и мы с вами поговорим. У меня просьба. Просто просьба. Пожалуйста. Спасибо. Смотрите, если вы будете дослушивать вопросы, которые я задаю, вы сможете на них отвечать правильно, а не то, что вам кажется верным. В бизнесе всегда выигрывает второй. Они сейчас делают грязную работу. У них есть архив такой, от которого вам, боюсь, будет очень дурно. Я обычно ставлю либо на черное, либо на красное. Но я обычно ставлю только черное, черное, черное. Выпадет-то зеро. Вы же понимаете, да? Однозначно. Так что вы пролетите оба. Поехали. У нас первый стартап. Представьтесь. Добрый день, коллеги. Меня зовут Хобосов Константин. Я основатель пекарни телетеста из города Архангельска. Добрый вечер. Мы рады вас слышать. Продолжайте. У вас три минуты. Все. Начинаем презентацию. Мы занимаемся производством и продажей любопулочных и лидерских изделий. Также, благодаря примеру, чай, кофе выпить и дегустировать продукцию, не отходя от кассы. Открылись мы два года назад. За это время количество цифровых будет с одного до трех. Количество цифровых точек с одной до четырех. Персонал с пяти человек до двадцати человек. Также было закупано три автомобиля для собственной логистики. между торговыми точками и для доставки продукции непосредственно клиентам домой в офисе. Выручка выросла с 660 тысяч в первом месяце. Прошу прощения, вы нам будете ваши слайды показывать? Прошу прощения. За 22 месяца работы количество цифровых точек с одного до трех, там двух точек с одной до четырех, персонал с пяти до двадцати человек. Выручка со 160 тысяч веков в офисе, то есть по 150 тысяч человек. Чистая прибыль выросла со 120 тысяч рублей в первом месяце. На данный момент где-то в районе 30 тысяч рублей. На данный момент в первую очередь была производство, поэтому было акцентировано внимание на открытие именно цифровых точек. Что сейчас позволяет, в ближайшие недели, открыто еще три торговых точек. То есть цифровых точек с количеством количества, то есть что-то основное подобное практически не изменится. То есть добавится, что плат на платформу. То есть мощность цифровых точек позволяет сделать. Основная цель сейчас – это открыть отдельный центр в городе Санкт-Петербурге. Почему Санкт-Петербург? То есть на данный момент довольно много здесь знакомых до этого города. В Санкт-Петербурге часто там бывают, за последний год, примерно полтора месяца, обычно сложил этот город, там сейчас происходит пик застойных счет населения, В Санкт-Петербурге более низкий цен за сырье, на аренду, например, франшизы в нашем городе, и практически в два раза в сентябре будут выпустить больше или больше сентября. Основная цель после открытия сети в Санкт-Петербурге – это продажа франшиз. Опять же, не входит в открытии китарин в Санкт-Петербурге, это удобная продажа франшизы в дальнейшие регионы в России. Наше преимущество в городе, в Санкт-Петербурге, в Санкт-Петербурге – это настоящий яйцо, молоко, настоящий молоко. У нас это производство полного цикла, мы используем практически полуфабрикаты. И в Санкт-Петербурге планируется покупать в Санкт-Петербурге в Санкт-Петербурге молочные продукты, что снизит эффект производства. Показа сразу из Санкт-Петербурге. Стаб-запуск займет к творительным оценкам, где могут использовать действительно какое-то необходимость. И мы используем палец, сгибовый, не обходящийся университет, для технологических карт, которые можно носить в Санкт-Петербурге, А в среднем, где-то в 610 точек идет на чистую прибыль, а в среднем, где-то в 610 точек идет на чистую прибыль, а в среднем, в среднем, в среднем, в среднем, в среднем, в среднем, где-то в среднем, в среднем, в среднем, где-то в среднем, в среднем, где-то в среднем, в среднем. На данный момент здесь клиент зарплатят в 100% зарплату vu cash. До первых convertTo fair 050 е. И также я в дальнейшем от них буду получать 3% от этого проекта, это, в частности, примерно 25 млн. рублей. И все эти деньги, в любом случае, будут потрачены только на ремонт оборудования, покупку оборудования. Закупка собственных автомобилей для собственной логистики, стажировка пикарей необходимых и закупка сырья для первых продаж. По планам за первый год вместе с продажей франшизы, сохраняя своих аканельских точек из Санкт-Петербурга, выручка все-таки гарантируется довольно серьезная. Спасибо за внимание. В принципе, на этом все. Спасибо большое за проект. Мы сейчас возьмем 5-секундную паузу. Конечно. Сейчас паузу сделаем. У нас небольшая техническая настройка. Дим, попрошу тебя, ну ты понял, да, что во время питча отключать микрофон, а то мы слышим все детские разговоры, пока там дети хихикают, смеются, веселятся, собственно говоря. Я думаю, что будет уникальная возможность, мы дадим вам еще раз возможность презентоваться. Но вопрос пока к Диме Потапенко. Дим, скажи, пожалуйста, насколько тебе был понятен данный проект? Что ты можешь сказать? Ну, если кратко, насколько я понимаю, точек сейчас нету. Правильно я себе понимаю? На данный момент 4 торговых точки, которые уже два года существуют. И в течение двух недель открываются еще 3 торговые точки. Так, понятно. Тогда, значит, это просто как-то проскочило мимо. А на каком основании вы решили, что вы будете продавать франшизу? Кто ее купит? Ну, кроме какого-то одного человека, который у вас есть. То есть у вас основная логика, да, построена на том, что вы будете получать что-то с франшизы. И хотите получить достаточно там 21 миллион, если мне не изменяет память по вашей презентации. Ну, у вас еще точки не закрывались, собственно говоря. Где у нас с вами хоть какая-то минимальная гарантия, что открытые точки, которые, кстати, не будут являться гарантией возврата, а это всего лишь затраты для инвестора, не будут закрыты? Опять же, два года существования 4 точек, выручка только постоянно увеличивается. Плюс, опять же, в нашем городе есть такая довольно серьезная проблема летнего периода, когда очень много народу уезжает из региона и, в принципе, к самому держатся на полугу. То есть моя основная цель все-таки это еда. Потребность еды у человека всегда присутствует. Продукцию за качество мы постоянно отвечаем. Все необходимые санитарные нормы и качество товара, то есть лично сам также предупредит, присутствует на эти формы, которые с самого момента открытия находятся постоянно со мной. Она также нацелена на производство именно качества. Ну, коллега, извините, что я вас прерываю. Согласитесь, что мы, когда с вами эту тему уже неоднократно поднимал по предыдущих стартап-шоу, вряд ли я просто хочу увидеть стартапера, который, или даже не стартапера, мне не нравится это слово, я говорю, открывавшего своего дела, или человека, который уже работает, который скажет, вы знаете, у меня, я использую просроченные ингредиенты, за этим мы никогда не следим, в целом мы готовим грязными руками, и наш прайс-лист и вообще каталог сделан на туалетной бумаге, которую я только что нарисовал. То есть мы же с вами хотим обозначить конкурентные преимущества. Когда я смотрел презентацию, ну, я могу сказать, что если бы… То есть хорошо, что вы показали название вашей компании очень в конце. Я могу сказать, что 99,9% в прогрессии компании эта презентация подходит. И поэтому хотелось бы понять, а в чем уникальность, ну, в данном случае проекта? То, что вы работаете четыре точки – прекрасно. То, что вам нужны деньги на открытие – прекрасно. Но тут я бы вам сказал, идите за кредитом, потому что, ну, инвестору-то зачем вложить в бушное оборудование, которое рубль-килограмм, и в договор аренды, дать молодым парням поразвлекаться, пооткрывать точки, а потом их позакрывать. Что мы инвестору-то продадим с вами сейчас? Это все-таки, опять же, повторюсь, не стартап, это действительно рабочая модель. В своем городе все-таки население, понятно, поменьше, чем столица. То есть у нас порядка 350 тысяч человек. С два года мы действительно достигли хороших вершин. Одни из самых постоянных наших заказчиков, которые практически каждый день. Это в том же случае идут государственные какие-то органы. То есть мэрия, администрация города нас постоянно приглашают на какие-то праздники различные. То есть самая моя главная штука – это именно в реально качестве. Доказать мне ее по скайпу, конечно же, невозможно. То есть в любом случае, если бы у меня была личная встреча с вами. Я, коллега, да, если была личная встреча, я вас могу огорчить, что было бы существенно хуже. Дело в том, что если мне не понравится, то, знаете, я на группе ассортимента уже несколько раз не просто травился, а просто выкидывал этот товар. Вы же понимаете, какова цена ошибки и не попасть в сеть при таком раскладе. Поэтому пробовать вот это вот я даже не сомневался, что вы мне предложите попробовать, как обычно. Но это обычная история. Почему-то иного возможности повлиять на мнение нет, кроме попытаться впарить то, чего не нужно. Вы, вас приглашает администрация, вы говорите о качестве продукта, но стритфуд, на котором вы будете работать, это не администрация. Там, особенно в городе Санкт-Петербурге, большое количество конкурентов. Я же задаю вопрос. Сейчас у вас, ну, скажем так, белые, так очень розовые условия, когда вас любят и ценят. А когда вам придется выйти на конкурентное поле, что мы с вами предложим против конкурентов? Правда, про качество я уже сказал. Да, давайте. С точки зрения конкуренции, опять же, в любом случае, сам все-таки 7 лет в продажах отработал. Самая важная точка, где будет реализовываться продукция. Если даже взять какой-то такой статистики, то же самое Тудис посмотреть, в среднем, если даже взять официальное население города Санкт-Петербурга, 5 миллионов 280 тысяч человек, и количество точек продажных продукций выходит, что на одну точку где-то в районе 4 тысяч с копейками человек приходится. Взять же наш организм. Вы можете выбирать локацию в конкурентном поле и в конкурентном поле доказывать эту локацию. У вас такая компетенция есть. Это не про продукт, это не про его натуральность, это про функции директора по развитию. У вас такая компетенция есть. Вы, что называется, положите свою голову на плаху, что эта точка не закроется, что вы откроете ее именно в трафиковом месте, и это будет приносить. Вот и все. Простой вопрос-то. Все свои точки лично сам всегда отбирал. То есть для этого, повторюсь, 7 лет отработал в продажах. Не сомневаюсь, коллега. Там просчитываю тратить. Коллега. Там лично. То есть я введу. В городе Санкт-Петербурге. Вам приходилось открывать точки? Вы говорите. Санкт-Петербурге. Ну, понятно. У меня вопросов нет, собственно говоря. Здесь я еще раз говорю, коллега, вы очень сильно ошибаетесь. Вот я просто хочу сказать, что даже открытие в городе, если я приеду со всем своим опытом и не знаю города Архангельска, я ошибусь с точки зрения развития. Потому что город Санкт-Петербург вообще не прощает таких ошибок. А деньги вы берете именно под открытие точки, не под что-то другое. Ну, то есть вы вольны ошибаться, но ошибаться вы должны за собственные деньги. То есть я могу сказать, что привлечь под ваш проект денег проблем нет. Но только после того, как вы откроете четыре точки в городе Санкт-Петербурге и докажете свою квалификацию с точки зрения умения выбирать локации в городе Санкт-Петербурге. То есть не в маленьком городке, где вам известна каждая последняя собака, а той локации, которую вы никогда не видели. Тогда я не вижу вообще проблем с привлечением денег в этот проект. Но это мое мнение, коллеги. Смотрите. Я бы позволил себе поставить некоторые акценты. Сейчас прозвучало достаточно много вопросов, ответов не было. Но, наверное, главный вопрос действительно. А вы были в банке? У вас хороший бизнес-план, красивый. Вы сейчас готовы отвечать? Да, то есть вот что сказал банк? Действительно. Банк подавался. Сейчас слышно. Ну, то есть я полностью согласен с Дмитрием. Второй вопрос по поводу локального рынка. Даже в одном городе разные районы ведут себя абсолютно по-разному. Открыв точку в Домодедово, на Таганке у тебя может не получиться, потому что все по-другому. Разный город, абсолютно по-другому все будет. Ну и два разных бизнеса, конечно же. Розница со своим производством и управляющей компанией для франшизы. Здесь абсолютно разные истории. Как я понял, вы три достаточно успешных точки открыли. Здесь бы я с Дмитрием чуть не согласился. По-моему, точки-то неплохие. Но они находятся именно там, где они находятся. Я бы попробовал там дальше масштабироваться. Может быть, соседние регионы и так далее. Спасибо. Буквально просто только в воскресенье увидел ваш выпуск. И просто ради любопытства в понедельник закинул заявку. Мне предложили поучаствовать. Я надеюсь, мы любопытство немножко удовлетворили. Смотри, я сначала скажу, что я один из тех людей, который пять лет назад писал Федору Овчиннику, Додо Пицца, что дружище, те оценки, которые ты предлагаешь по инвестированию, неадекватные. И то, что предлагаешь, неинвестируемо. Ну и как ты видишь, я ошибся. Не скажу, что я об этом сожалею. Но, по крайней мере, точно то, что здесь сказали, это не летает. Это не значит, что вообще в принципе в мире это не работает. Но мне кажется, у тебя есть два варианта событий. Один вариант. Это ровно такой же, как у Федора. То есть превращать себя в икону стиля. И на уровне уже вот несколько своих точек в твоем городе. Продавать инвесторам историю, что мы будем во всем мире продавать эту выпечку. Но тогда должна быть, правда, какая-то изюминка. Если ты вспомнишь, то у Федора изюминка в том, что у него есть IT-система, которая позволяет очень быстро раскатывать франшизу, сохранять во всех точках продаж одинаковый уровень качества услуг и полностью исключить левые продажи мимо кассы. Потому что, условно, там любой пирожок от попадания на склад до кассы и съедания проходит учет. То есть вот это какая-то, правда, вещь, которая позволяла отстраиваться и позволяет сейчас. То есть это один сценарий. Под это можно, действительно, там, раскачав аудиторию, это еще отдельный вызов. Надо, ну, какой-то харизмой обладать достаточно большой и работать с каналами. Ну, за жалкие, может быть, там, 6-12 месяцев поднять деньги. Можно как раз кейс того же Федора посмотреть внимательно, что он делал. Рынок немножко поменялся, но люди остались прежние. Они хотят все еще денег и верят в чудо. Другой вариант, который более консервативный и который, ну, действительно, придется пройти. Вот на масштабирование тебе поверит инвестор только когда у тебя, действительно, в той локации, под которую ты просишь деньги, будет динамика. То есть, словно, вот ты говоришь, я в Петербурге, там, открою сколько-то точек. Окей, давай возьмем Петербург, откроем еще за твои ресурсы, там, 2-3-4 точки. И после того, как они заколосились, уже смотреть на их выручку, на их динамику и брать следующие деньги. Причем здесь даже не обязательно, правда, будет брать деньги инвесторские. Инвестор, он же хочет в долю зайти. Да, то есть это могут быть, если маржинальность позволяет, деньги либо с банка, либо деньги с, допустим, вот есть та же площадка краудинвестинга и краудлендинга Стартрек. Ну, допустим, вот, приведу пример, какой-то объем моих денег вложен в футбольные клубы. То есть, ребята в Москве открыли несколько футбольных клубов, они дают достаточно хорошую маржинальность, и они занимают деньги под открытие нового клуба, через 2 месяца он уже стартует и приносит прибыль. И они по открытию каждого клуба занимают отдельные деньги. Ну, вот это тоже сценарий, который, условно, там, на полгода, на год работы. Он, ну, как бы, традиционный, скажем так, и тоже по нему можно сходить. Ну, и где-то в промежутке история, когда в твоем родном городе есть люди, которые тебя лично знают и скорее дают деньги не под бизнес-модель, а под тебя лично. Ну, то есть, они знают тебя как предпринимателя, ты у них обладаешь вотумом доверия дополнительным, да, то есть, не так вот, что мы там тебя первый раз видим, а они с тобой знакомы на протяжении многих лет, понимают, что именно ты отработаешь эти деньги. Вот, наверное, вот где-то такое множество сценариев, по какому-то из них имеет смысл сходить, если ты, правда, хочешь открывать что-то в Петербурге. Ну, то есть, нормальный бизнес, он нормально развивается, дает нормальную маржинальность, но вот пока, как бы, инвестор, скорее, в такую штуку, именно финансовый инвестор, который хочет положить и взять на выходе прибыль, как бы, задумается, ходить или нет. Ну, собственно говоря, мы и задумались. Спасибо. Ну, я могу сказать следующее, что вам, вообще-то, зеленый свет на любой краудинвестинг, любой краудфандинг, то, о чем сказал, в общем-то, Дима. На ICO. Ну, на ICO тоже, кстати. Кстати, абсолютно живая история. Сколько одна булочка? Кстати, да. Я говорю, что сделайте булочку для похудения, то есть булочка с слабителем, и все будет прекрасно, на самом деле. Самые идеические булочки. Не слушайте их, оставайтесь в реальном секторе, зарабатывайте настоящие деньги. У вас очень хорошие, на самом-то деле, ну, показатели, там, по темпу роста есть, ну, вопросы, но каждая точка у вас классная. Их действительно должно быть больше, этих точек. А как, с коллегами согласен, диапазон новой возможности крайне широк. Спасибо большое. Я в завершение скажу, что, как бы, я действительно не шутил, почему краудинвестник. Ну, допустим, заходите на Sumix.global, на Sumix.global заходите. Там энное количество именно проектов из малого и среднего предпринимательства, причем из реального сектора. И люди готовы инвестировать от 100 рублей в ваш проект. Следовательно, пожалуйста, это вариант раз. Вариант два скоро действительно все выходят на ICO, и вы точно так же выходите сюда, да. И под каждую точку вы, ну, запрашиваете деньги. Таким образом, то есть вам не нужны будут серьезные, как бы, инвестиции в ваш проект от одного человека. Вас готовы будут инвестировать люди, которые вас понимают, говорят на одной ноге, это действительно малое и среднее понимается, это реальный сектор. А так, слушайте, мне вот искренне и понравилось ваше название, потому что оно вполне, как бы, нормальное и продаваемое, от него можно ходить. И презентация у вас красивая, не знаю, кто ваш дизайнер, но спасибо ему за такую презу, собственно. Вот, ну и Дим Потапенко, спасибо за то, что он в Турции, как бы, с нами находится. Вам спасибо большое. Я надеюсь, что самое главное вы для себя, так сказать, услышали. Захотите с нами общаться дальше, будем коммуницировать, вот, и, в общем-то, увеличить ваши обороты, и будем все на позитиве. Спасибо большое. Пока у нас происходит соединение со следующим стартапом, я могу там с коллегами обсудить. Ну, мне вот понравилось. Я бы эту булочку зашел и съел. Все-таки. Ну и название очень такое, как бы, прилично хорошее. Вот. Следственно, с критикой Димы тоже полностью соглашусь, да, что все-таки Дима ожидает, наверное, более такого, как сказать, более серьезно продуманного, что ли, чего. Знаешь, когда у тебя будет 25 точек, вот тогда приходи к Диме Потапенко. А пока у тебя три точки, ты такой, там, стартапер, собственно говоря, в управлении Дим Потапенко. Вот. Следственно, дорогие друзья, большая просьба, на нас слишком сильно громко не ругаться. Мы все-таки тестируем, пилотируем, но тем и менее, каждый раз стараемся сделать наше качество лучше, лучше нашей трансляции. Следственно, пожалуйста, пишите нам, ставьте оценки данному стартапу от 1 до 5. Мы будем понимать, что вам понравился стартап или не понравился стартап. Ваш комментарий нам в жизни необходим. Мы ждем подключения к следующему проекту. Вот. И пока его ожидаем, я хочу вам сказать следующее, что все те, кто подключается к нам в наш чат, а ссылка есть в описании, всех вас ждут удивительные призы, удивительные сюрпризы и специальные акции от нас и наших партнеров. Поэтому под каждым видео, что в YouTube, что в Facebook, что в ВКонтакте, есть ссылочка, проходите по ней, мы будем рады. Ну, а нас на связи... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok